А я вас приветствую, Маджули. И сегодня мы попробуем, во-первых, закрыть сюжетную ветку и ПТЛ. Во-вторых, таки обогатить свой фэшн. И в-третьих, подобраться к двум последним локациям в игре. Которые при желании, конечно, можно объединить как одну. А пока надо бы освободить мельфонита, которая томится здесь, наверху. Ключик-то у нас давно есть, просто что-то я это дело откладывал, откладывал. Хотя что мне мешает вообще, да? Рёбаные лифты! Мецаки, почини лифт! Я знаю, что в этой игре Мецаки никак не участвовал, хоть и числится все равно там одним из ведущих продюсеров. Его просто винить уже привычнее, что ли, да? Здарова! И вот так вот. И мы за это получаем корейчик, который позволяет выглядеть... Живому... Вернее, нежити как живому. Ну и небольшое сольное исполнение от мельфонита. Именно ради этого я и еду обратно на лифте, не использую косточку. Мне не жалко. Косточки всё равно уже, посчитай, прошлый век. Потому что пришло практически время более крутых решений. И так. Первый костёр. Так, что-то мне не нравится, что тут онлайн есть. Мне вот не хватает только это. Вот, кстати, это колечко, которое я только что получил. Там описание на паузу, кто хочет, может почитать. А, тут ребята копят. Ну, не вопрос, вообще не вопрос. Копти на здоровье. Ну, разбушевался прям. Так, и теперь у нас с Королевским Кольцом открыты почти любые двери. То есть, вот, печать дёргается, двери открываются. Футор. Но очень медленно открываются. Когда мы сюда попадаем по сюжету нормально, а нормально это имеется в виду, что сделал уже всё, нас тут встречает изумрудный вестник в последний раз. Поскольку у нас не ещё одна встреча локации раньше, просто сюда можно пройти, и почему бы не пройти. Тем более, что здесь парочка очень таких интересных боссов. И тут есть нюанс. Потому что вот здесь происходит, может происходить точнее, даже три битвы с боссом подряд. Если вот тебе прям настолько нефиг делать, можно заморочиться. Причём и фантомы вроде бы не отзываются, конечно, но это не точно, не помню, не хочу врать. Причём здесь ещё Бенхарта можно призвать, который у нас тем самым закроет свою сюжетную цепочку. Бафнулись. Заходим. Защитник и Смотритель Трона. Да, весёлые хлопцы. Умеют бафать себя, умеют поднимать друг дружку. Ну и умеют, тем не менее, и блокировать что-то ещё вот этими щитами. Причём Защитник, понятно, вроде с ним всё, а вот Смотритель может показаться, что это женский персонаж, но нет. Это просто разрабы вдохновлялись Гвиндолином из первого Дарка, и вот захотелось им что-то такое повторить. О! Да ладно, у нас получилось скипнуть фазу, где этот баф и это... Ух ты, дальняя атака. Вот такого я точно нечасто наблюдал. Нет, он всё-таки бафнулся. Беня! Шатаем его! Ой, мать! Так, отлично. Теперь задача быстро замочить этого. Потому что если бой будет слишком долго длиться, они просто поднимут друг дружку, и поднимать они могут друг друга до трёх раз, если я правильно помню, если прям очень соло это всё делать. И вот, кажется, он уже побежал его поднимать. Но мне хватило. Отлично. И вот. Бенхард нам помог. Вот там трон, но сейчас мы просто физически не можем подойти, потому что големы на нас не реагируют. Потому что мы ещё себя не проявили, как настоящий повелитель, и всё в таком духе. Тут, в принципе, ведь так-то в игре, насколько я помню, две концовки тоже. Но вторая, по-моему, она появляется вроде бы всё-таки, и только если ты именно полностью заморочился с Алгей. Что вот тогда у тебя есть возможность именно сесть на трон. А так вроде бы... Или всегда была бы. Я не помню. Слушайте, я сто лет назад играл, а тем более проходил игру до конца, и того меньше. Так. Ну вот, я наконец-то достиг 150-го левела. Теперь вопрос, что же дальше? Так, ну душу... Смотрителя я однозначно распыляю. Я его оружием с одним интеллектом не смогу пользоваться. А их я ещё и убил, помимо всего прочего, потому что у них классные сеты брони ещё, помимо этого, есть. О, извините, мы знакомы. Я так в последнее время занят. Хотите изменить на мои товары? Пожалуйста. Я тут недавно расширил свой ассортимент. Возможно, что-то будет вам даже не по карману. Заносчивый ты говнюк. И вот, собственно, мне нужны его поножи, потому что ауросов всё-таки на порядок хуже при примерно том же висе. Спасибо, заходите ещё. Ну вот. То есть они даже в базе, получается, где они очень неплохо так защищают практически от всего. Правда, вот, если сравнивать с поножами руин, например, они вот по магии только проигрывают в первую очередь. но зато имеют визит к окаменению, что, конечно, редко, но помогает. Так, реинфорснуться по броне. Где там она? Я буду... На плюс 5 точить не буду, потому что всё равно ещё не знаю, что там пока мне ждёт. Так, ну чё там, на уровень ещё один набирается? Спокойно набирается. Наверное, всё-таки сперва хпшки надо до полтоса качать. К тому же видно будет. Всё, соблазнами распылить обе. Так, не хватает. Сколько там? 3200 примерно, да? Вот тебе 3000, вот тебе 200. И сейчас так 50 не хватает, да? Нет? На 50 наоборот, перелёт. Так. Ещё 20. Ну и, собственно, теперь Цитадели Алдия. Куда нас ведёт основной сюжет? Идёт он у нас от этого перекрёстка. Ребят, вы не представляете, какой я уже по счёту раз сюда иду. Потому что последний раз, я честно, я всё прошёл, всё было офигенно. Но! У меня просто сбоен жёсткий диск и футаж не сохранился от слова совсем. А там был очень интересный вторженец, кстати. Просто вот всё против меня. Но есть и хорошая новость. Заключается она в том, что мой ПК всё-таки получилось хотя бы частично реанимировать. это всё ещё конечно потребует наладки, восстановления. Но по крайней мере Рубикон так сказать был пройден. И мне есть за что впрягаться теперь. Поэтому я надеюсь, что за ближайшие две недели у меня получится всё-таки всё вернуть на круги своя и больше уже у меня не будет таких технических неполадок. А будет ещё лучше железа чем было. Логично. И в принципе я конечно мог бы просто сделать ленивую жопу, потому что этап-то был пройден. Просто скажем что ребята я всё сделал, я молодец, давайте просто идём дальше. Но нет, у меня вот засела одна дурацкая хрень, а именно то, что здесь ведь мать её заканчивается квест лукатиэль, я хочу показать это дело. Потому что у меня на это была даже отдельная фигня задумана. Мне её усердно прям не дают никак завершить. Надеюсь в этот раз получится, потому что я уже все возможные шишки набил мне кажется. даже на третье прохождение немножко дополнительного лута раскопал. Не скажу, что это было не зря, всё зря и всё тлен, но тем не менее, вот она уже не как обычно стоит, а без маски, оперевшись на меч. Ты кто? А, нет, прости меня. Я знаю тебя. Да, конечно. Как твоё путешествие? Я не знаю, что ты ищешь в этой далёкой земле, но я молюсь за твою безопасность. Пожалуйста, возьми это. Каждая непис считает своим долгом носить с собой копию сета на всякий случай. Считай это благодарностью за то, что поддерживал во мне разум. Меня зовут Лукатиэль. Молю тебя, запомни моё имя. Потому что я могу его уже и не запомнить. И на этом её сюжет заканчивается. она исчезает. Но, как говорится, есть нюанс. Сейчас я его в скором времени буду демонстрировать. Надо только сперва эту бесполезную орду раскидать, который уже раз в седьмой, восьмой. так. О, кобальт мне внезапно дропнул сродство. Это порча. Единственное, наверное, что я в DS2 не делал, это я не пытался быть прям профильным хексером. Поэтому с порчей я плохо подружу. Профильным магом был. Профильным пиромантом тоже был. Клириком в целом первым прохождением когда-то давным-давно был. А вот чистым хексером нет. Потому что хексы это дорого. Это для богатых и для НГ плюс я считаю. Потому что иначе тебе придется жертвовать просто всем. ХП, стаминой. А это такой себе путь. И вот он. Аслатиэль оф мирры. это брат Лукасиэля которого она говорила по-моему на второй или третьей встрече. Она сказала что он просто в один день взорвался и ушел в эту землю хрен знает зачем. И в принципе она встреча ничего не несет кроме одного. но то что с него с небольшим прям шансом может выпасть старый меч из мирры который в принципе идентичен ее мечу из мирры с одной оговорочкой. Он скелится по максимуму от ловкости и минимум от силы. В то время как тот имеет более-менее разрозненные бонусы. И здесь за туманом сидит человек. Человек необычный. И говорит он нормально только когда ты полный. Пожалуйста уходи. Нет пожалуйста не подходи. Ничего хорошего из этого не выйдет. Пожалуйста оставь меня. Уйди из этого места. Оставь меня чтобы я не навредил чтобы я тебе все одно и то же. Пожалуйста оставь меня. в общем то этот персонаж он одержимый. Именно поэтому у него разные диалоги в зависимости от того в облике мы человека или в облике Блин Половой. Здесь куча одинаковых сообщений отступи 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 и последнее не смей. В общем и целом это если его освободить он несколько раз вторгнется как НПС Фантом причем достаточно жесткий и как это сказать он умеет короче кастовать но при этом не держа никаких катализаторов он кастует просто голыми руками такой вот интересный товарищ конечно просто сквозь удары давай вот так вот чего у меня только не было разок он меня просто ударом спину убил разок ко мне тут вторглись и в итоге я уже не помню даже чем тогда закончилось он все таки отбился конечно но но натерпелся еще большой магический барьер пушень надо и здесь у нас точная копия щита зеркального рыцаря который тоже умеет призывать этих же в принципе товарищей только с оговорочкой а они все таки бэкстеббятся просто никогда не получается их именно на выходе так сказать поймать вот вот кстати другой парень по опаснее это вот тот фантом которого мы встречали у входа на колесницу палача который был еще с красной аурой а вот это зеркало намекает что все таки выход он не всегда выход так и теперь такой вот огур момент его конечно можно обойти охренеть вот такого у меня еще не было это зараза она очень как бы это сказать позиционкой любит страдать то есть он именно не дает тебе пройти толком вот иногда у него включается конечно вот этот манс назад и он роняет уникальную шапочку которая мне тем не менее нафиг не нужна там вот чисто проход а здесь внезапно большой парень причем в принципе если его не атаковать он и сам агрессии не проявит он же типа в клетке но да да тверк от василисков редкая атака достаточно алая вода кстати я не помню здесь ничего же блин там все это время был сундук я еще новый лут нашел и жиров слушайте вот честно я думал все где четвертая жиров я просто именно всю локацию ни разу не заделал потому что у нее тут ну как сказать несколько этапов а тут оказывается вот вторая же ровни где все это время была все хватит смене тебя временно так здесь собственно тоже одна из тех дверей которую так просто не открыть что конечно тот еще прикол когда речь заходит об путешествии так сказать от начала и до конца но на самом деле обратного полноценного пути я даже не помню есть он или все таки там в какой-то момент наступает нюанс из-за которого не вернуться обратно там просто локация есть одна с очень интересным маршрутом который подразумевает кучу падений здесь вот секретный хостер второй я за него присяду пожалуй а то у меня экипировка уже на ладан дышит и хоть разок сделаю все правильно ой правильный ты а кто кольцо будет носить вот это удачно было так и остался последний после которого должен выпасть ключ кажется или 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 ключ но должен быть стриггер в сайт дым одно событие так так баф еще держится так что давай нет порядок нет ничего не выронил но но это последний так вот здесь у нас один из служителей Алдии а тут целая куча трупов гигантов если кто не узнал которые в черной расселине были и здесь вот короче прикол да вот такой вот веселый если как говорится показалось что один раз смешно на второй тоже то нет на самом деле ну я просто надрочился эту локацию проходить именно вот так на спидране потому что на нг плюс в ней один раз появляется красный фантон который роняет уникальный след который я в свое время очень много фармил вот это спасибо как видите босс в принципе ходит очень даже бодро и это та самая виверна которая была в огненной башне хейда но есть нюанс а именно одна новая атака когда он взлетает на стену этой клетки и он ей и любит пользоваться на самом деле контриться элементарно просто отойти либо под него либо куда-нибудь наоборот подальше и в принципе босс один из самых легких поэтому его в шкалерии поставили именно в чуть ли не самое начало что там он еще и за счет тесноты проблему из себя хоть какую-то представляет блин вот кто этот грёбанный таргет придумал что надо так ставить чтоб ему и ткалось ай что серьезно не стал дышать ну зато теперь напоследок решил полетать самый конечно хитрожопый заходит на арену держа просто большой лук и когда он так взлетает еще дополнительно ему прописывают люлей но у нас же только цестусы поэтому приходится терпеть вот такое вот дерьмо да сколько можно то тварь о огненный шар очень редкая атака шатдаун мазерфукер главное чтобы огры сейчас не приперлись вон стоят сволочи блин ведь кажется идет на полном серьезе идите нафиг мы будем исследовать оставшуюся часть локации без базара просто я хочу открыть следующую локацию костер и халявный таки предмет ну и еще один смысл фармить эту локацию за вот этот гарантированный дроп ну точнее локацию а босса в частности потому что это предмет ковенанта который как раз я обычно стараюсь делать потому что он дает доступ к броне точнее к облику дракона который в DS2 на мой взгляд самый удачный получился и очень жалко что очень сложно добывать шуйки в ПВЕ по сравнению с первым дарком а в третьем дарке это даже фармить не надо это убожество все равно никому не нужно единственный смысл по-моему в третьем дарке от этого это чисто ради кольца флина максимально профитно использовать все и короче дракон охранял целое драконье гнездо и знаете что тут будет целых три вот таких дракона а нам вот туда до несущей ты проклятие как же я долго ждала такого как ты кто сможет разбить аколу судьбы того кто сможет освободить меня до несущей ты проклятие это было мое собственное желание чтобы привезти тебя сюда древний дракон смотрит за этим миром очень давно возьми это не сопротивляйся дракон встретит тебя да но есть нюанс он меня уже когда когда ко мне тогда челик вторгся поприветствовал что я решил тогда заспидранить локацию и об этом пожалел благо не фатально но этот футаж пропал поэтому шо поделать так вот самое тупое да вот там мы ее встречаем но уровенью не апнуть нельзя иди нахрен обратно потому что так сдали дали алдей просто уже непривычно даже что не нужно бежать сначала отсюда надеюсь я не отъеду от какой-нибудь фигни потому что там конечно расчет уникальных противников а эта локация это по большому счету один сплошной зверинец еще не окончен но по камерам у меня точно не будет торженцев уже плюс и вот здесь вот такой вот прикол дэдс что именно 4 убийства фантома приводит к вот такому вот и если стоять в упор то может действительно очень сильно прихватить ключ алдей так туда мне ходить нет смысла спасибо нету гребаного укра классно василиска а да хоть я и дергал но ворота каждый раз переводится в это положение вот как раз и в чем и прикол что ты пойдешь обратно придешь и у тебя вот здесь ворота будут дернешь разок дернешь второй разок перейдешь собственно ключ алдей нам давал что он нам давал возможность открыть вот эту дверь правильно я помню да правда нам пока сюда не надо я хочу например открыть кстати да проломы в стене остаются в общем этот парень стесняется очень ему надо помочь чтобы он разбил свои же оковы символичненько давай возьми пельмешку вот у него здесь благо скрипт прямо на это дело чтобы он разломал стену и здесь у нас какая-то дичь стопудово да дубина собственно теперь та дверь там в чем прикол там насколько я помню кроме этого есть маг горгулия и трое служителей и вот суммарно все это вместе дает очень веселое такое сочетание но больше всего конечно бесит маг и горгулия само собой а еще вроде бы там где-то и должен быть василийск странно что-то маг очень слабо атакует это если кто не узнал тот маг который был в деревне в бухте точнее Брайтстоун Силдора и в принципе у него здесь все то же самое те же атаки вот это мимик деревянный так сказать он роняет херню здесь консервина которая нафиг не нужна здесь еще один мимик только уже стальной он роняет уголь вражды еще один а горгулья она ничего не роняет заразу она просто иногда тропает мерцающий да и помнится где-то здесь вроде бы в этом блин не помню вроде обычный нет просто треснувшее око короче где-то здесь вот по-моему в этой комнате еще должно быть рычаг если мне склероз не изменяет и этот рычаг он должен короче уронить да вот оно сожалению впереди я с ним полностью согласен в общем он спустит целую кучу клеток ну в принципе ладно мне больше все будут мне хрен делать с потолка да и это выпустит еще больше монстров сюда ёптвоё я ж кирпича дал нельзя так ой дядь пусти например короче вот это ё-моё мы вроде с таким не сталкивались и что называется оно и к лучшему я я не дурак я на это дерьмо не полезу а то я уже один раз знаете как умер вот я сюда тоже был так загнан только у меня было два огра и короче пока я давал люлей одному меня просто схватил второй сквозь первого и сожрал поэтому у меня ножичков немного ко мне никто не вторгнется я никуда не спешу вот вообще никуда заходы не бойся выходы не плачь я я не это хотел вообще камень на кровотечение ошень на мерцающий х3 а с них таки фиксированный дроп что ли там ну и да это выпустило еще и жучару этого которого мы уже в храме Амана разок видели и что называется лучше больше и не видели наверное И вот я честно не хочу врать дропает ли что-то жук обожаю вот эти иконки не прогружены что-то дропает а каразийный уровень но это с него обычный дроп ничего необычного собственно когда-то содержимое клеток немного отличалось но суть называется та же ну и последний момент это вот эти вот собашки мы их уже что называется знаем ни хрена не уважаем поэтому я просто возьму сейчас перчатку пиромантии и закидаю их нахрен потому что это каразийная яма и сражаться там соответственно не очень нет стоп вот это ну а добить можно уже и так нормально что причем в яме если я правильно помню валяется один из самых сильных заклинаний волшебства в игре это гейзер душ это выпускает не одно а сразу три копья души что на самом деле круто но как говорится опять же есть нюанс я не помню если честно ломает ли это кольца оружие точно не ломает да вот оно и окаменевшая кост небесное благословление и каразийная урна так ну и напоследок давайте примем полую форму и поговорим с навлоаном так зовут этого мага так блин я что-то затупил так раз так вот это я не сюда хотел два три и и и и и вот они четырес любимейшая блин локация противники еще и на нг плюс ближайшие урны по моему где-то здесь должна быть или здесь вот да вот и этот говнюк просто прогрузился у нас за спиной так цитадель цитадель а я не смогу закрыть весь его квест прямо сейчас ну ладно покажу хотя бы сам принцип потому что для самого полного эффекта нам необходимо слушайте а может ненормально эх в общем если что вырежу в общем если кто-то забыл когда-то давным-давно в далекой-далекой галактике мы встретили картографа Кейла в этой в лесу павших гигантов он нам дал краски ключ от этого самого дома потому что в этом доме есть офигенная карта которая ему интересна и короче эта карта вот на ней зажигаются огоньки когда мы убиваем сюжетно важных боссов а именно четырех великих зеркального вроде бы рыцаря и последнего гиганта но по-моему не достает одного огонька привет ты добрался сюда а нет карта ты это сделал да посмотри получше и да я хотел тебе кое-что сказать я родился в мире еще один мира также известна как дом для знаменитых убийц рыцарей как их иногда называют он был закрыт в подземелье за многочисленные убийства но незадолго до его казни он избежал и вот совсем недавно я увидел одного странника который выглядел совсем как он потом он подожди ну мне кажется они выглядели достаточно похоже не правда я точно видел именно такого же человека клянусь его имя было Кррррр Крей Самсинг что-то там про Крей они явно выглядели похоже короче это намек на то что Крейтон из Мирры он тоже убийца как раз таки который сбежал но мы это уже и так встречали смотри-ка еще огоньки появились я не знаю что это вызвало ты видел огоньки на карте их не было когда я пришел сюда не знаю как это объяснить но есть что-то очень успокаивающее в этих огоньках они кажется выполняют какую-то очень важную задачу глубоко в душе что-то как бы это сказать необходимое блин недостаточно передает исходное изначальное естественное много вариантов я бы дальше в эту дыру не совался оно было заблокировано стеной которую кто-то построил давно но она шаталась и я решил закончить это дело и там какие-то странные звуки короче нет диалоги у него по кругу идут соответственно а я понял кажется какого босса не хватает для убийства все ну ладно значит тогда сходим к нему потом после этого финального босса ну как он вообще предпоследний по идее либо этот либо еще один у меня два варианта на самом деле а сейчас сходим до навлан раз уж я дело это начал хотя бы часть наград получим я не помню в какой хронологии но я не исключаю что кейл нужен будет ему вторым очень не исключаю первым точно идет гилиган а еще будет этот фелкин ведьмак и вот в принципе я могу и убить мне не жалко да дракон не возрождается и на том спасибо вот это неплохо опустошен тебя пугают воспоминания груз вины теперь вопрос ты готов к чему-то большему если да то давай поболтаем видите совсем другой голос это это сдерживает мою силу давным-давно этот наивный сосуд решил подставить новое заклинание этот дурак мечтал о том чтобы принести новые формы магии в этот мир но вместо этого он создал меня в основном случайность но он сделал отличную работу я тебе скажу что он увидел было силой и которую я решил продемонстрировать когда мой сосуд спал я нашел мою метку но мой сосуд на это не согласился и пока я спал он запечатал нас обоих здесь забавно конечно просон по очереди теперь я не знаю нет у меня ничего нет против людей но как ты различаешь добро и зло я только использую то что чем боги одарили меня как это может быть неправильным так как насчет небольшой охоты по моей указке если не хочешь я покину это место и тогда заберу еще больше жизней мне без разницы поэтому что же ты выберешь ну лучше согласиться на самом деле потому что иначе мы просто теряем кучу наград а можно никого не убивать о да спасибо ты такой добрый я хочу чтобы ты убил торговца Гиллигана жадный нехороший человек его не будут скучать я тебя уверяю принеси мне его миниатюрную лестницу как доказательство а я ее давно-давно купил он единственный персонаж у которого есть такая диковинка отличная работа его вообще не смущает что я никуда не ходил это моя благодарность держи диспеллинг слушайте я даже не помню а что это давай обсудим нашу следующую цель подожди дай я посмотрю кольцо это да это кольцо которое дает универсальную защиту от всех стихий немножечко буквально по 60 то есть 6% но тем не менее оно достаточно легкое я хочу чтобы ты убил еще одного это будет Кейл да вот картограф пока я был скован здесь он трогал меня этот маньяк как будто я каким-то редким существом не знаю диковинкой он носит странный шлем принеси мне его как доказательство да мы на каждое можем согласиться не согласиться да спасибо я знаю что могу рассчитывать на тебя возможно это немножко утолит мою жажду но как я уже сказал Кейл выдаст нам все добровольно только если мы именно зажжем все огоньки а для этого нужно как раз таки этот как его для этого нужно убить больше боссов поэтому пока что у меня все по квесту Навлана и по локации которая грядет я хочу сохраниться спокойно и я даже не верю что я наконец-то записал этот эпизод если что я в конце приложу парочку хотя бы еще кадров как я помер и вторжения которые у меня были за этот эпизод поэтому он еще далеко не конечный так что у меня там душа которая позволяет сделать неплохой двуручник я им когда-то пользовался давным-давно боюсь не хватит ни на два уровня ну ладно это я уже без записи если что дофармлю буду я качать хорошие дальше хп потихоньку до 50 ну да 3000 не хватило ну и собственно вот я благодарю всех за просмотр и до новых встреч теперь уже в долине драконов всем пока и он довольно-таки сильный я вам скажу и да форварн наш приз за то что мы жжем эти чертовы жаровни благо это нг и можно просто блять нет но жеванный парадонтос спасибо я наигрался можно уйти так просто твою мать ну на за что мне это честное слово хоть оффлайн играй особенно если чел еще и решил прятаться за этими самыми будет вообще весело конечно не вижу чтобы он сюда спешил он что реально решил прятаться за неписями от меня понять мои шаги я я вроде слышу шаги но это моя паранойя дайте угадаю он может быть банально выйти не может тут же локация с приколом о каменевший оборот какая прелесть причем по-моему это единственный проход ну давай я что-то слышал ой здрасьте здрасьте у него два бинокля что это какой-то тролль рычаг я дернуть не могу я не знаю это что у меня да нет невозможно я же не стримлю подыграю ему сделаю вид что я тут первый раз блин конечно первый рычаг рычаг Блин, чел просто вернулся в свой мир Серьезно? Господи, чтоб все вторженцы были такие Просто респект таким вторженцам Так, бабочка Бабочка, которая даже не в животе Господи, у меня костер в шаге Я просто буржуи могу себе позволить Ну давай, сволочь Неплохо Вот, видимо, у него на первую серию именно стамина хватает А вот, оп-паке Вот это кольцо меня спасло, конечно От удара в спину двух больничих Сколько ж у тебя хп-то, братюнь? Ага, пытался сделать удар в спину Ну на небожешь, сучка Потому что Господи Неужели? Хотя нафиг я его зажег Знаете что, у меня что-то оружие уже почти поломалось Да и колечко пару ударов выдержало Я, в принципе, никого не убивал, ведь Толком Так, почему мне кажется, что где-то здесь В районе костра был какой-то А вот он Здесь, благо, эти зеленые штучки не опасны Это вам не Бладборн И не еще там что-нибудь Так, вот здесь Закрыто Вот здесь еще одна Бля, слушайте, а я не помню даже То ли надо как раз-таки Именно Все эти Его фантомы убить Чтобы получить ключ А, почти, да Я вспомнил теперь Но, по-моему, это последний Либо предпоследний Его Появление Это ж третий, правильно Должен быть еще один с секирой Где-то, как минимум Я думаю Ух ты мать Ага Колечко Колечко Так И осталось четвертое место Мне вот интересно Не надо ли для этого Назад мне вернуться, а? Ладно, давайте пока проверим дорогу вперед Вот здесь, например И да, здесь вот такие товарищи есть Довольно крепенькие Дропают сет И здесь, собственно, гиганты Куча разделанных гигантов Заставляет задуматься И Здесь Сурпрайз Мазерфукер Дор Колечко Алис Капут Немножко не так я его хотел Так, и теперь у нас есть вот такая вот проблема В виде двух гребаных огаров Но у меня есть решение Эта проблема Дожеванный крот Ну серьезно, да? Пошел процесс Серьезно не реагирует? Нет Нет, 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 нет Женщин, детей, бобров Только не видел, нет Да ёб твою мать, да